Всем доброе утро! Привет, Тимка! Мы в Москве! Первый влог из Москвы будет! Наконец-то! Я немножко кашляю, не накрашенная, здесь никого это не смущает, у меня кожа приходит немножко в себя после перелётов, после смены климата, сухого воздуха, и сегодня я вам планирую показать всё, что я вам обещала, вот прям вот махом сразу. У кого-то увидела в интернете, что есть мультики для детей, зашла, значит, на этот сайт, а мы смотрим молнию МакКуин, этот, тачки. Декстер, отстань от ребёнка, Декстер! Мы смотрим мультик тачки, и тут можно создать мультик, ну, как бы, поздравительный, с фотографией ребёнка. Мне кажется, Тимке это очень понравится, что как бы, как вот тачки, его любимая молния МакКуин, и он там. Вот, и стоит это 500, сейчас скажу, 589 рублей. Мне кажется, это круто на какой-нибудь вообще день рождения сделать. Я хочу так попробовать сделать, потому что мы 16 месяцев Тима не отмечали. Видите, я кашляю, как непонятно кто, я не знаю, что у меня. Понять не имею. Ничего больше у меня другого нет. Вот, я хочу создать мультик. Напишите, если вам интересно, что получилось. Я уже вам тогда созданный мультик покажу, ну, в следующем влоге, наверное. Смотрите, это там Тимка. Это такой, знаете, обрезанный ролик. Я думаю, будет очень круто смотреть. Смотрите, как здорово, да? Ух, слон, как темно. Кровать я даже не расстилаю, уже не застилаю, потому что мы спим, мне кажется, все время. Ночью мы сегодня... Я прошу прощения, ночью опять сегодня просыпался, в час проснулся. Я ему запретила вставать с кровати, потому что я уже плохо себя чувствую. Я не могла встать, поэтому я сказала, что ты не встаешь, мы не идем играть. Мама спит, папа спит, все спят. Я вас постараюсь не поворачивать к бардаку, потому что я ничего не разбирала. Вот, что хотела показать, что обещала. И, и, и пижамки. Это Тимкина пижамка, полосочку. Вы видели наши фотографии. С Нового года и у меня такая, и у Тимки, и у мужа такая. Наконец-то я нас отделала все в одинаковое, хотя муж долго сопротивлялся. У вас так, скажите? В общем, пижаму. На эту я пижаму смотрела... Дайте, как нос там поближе. На эту пижаму я смотрела очень-очень долго. Это мой любимый поларный пиарет. У них такое классное качество. Это значит 1,5 года. 8,6 сантиметров. Они, конечно, большие меры, но я знала. Но поскольку они в облипочку, я подворачиваю вот эти вот отвороты. И Тимки вообще как раз. И она тепленькая. То есть я планирую носить на даче, когда у нас отключат отопление. В Майами мы носили, потому что там было прохладненько. Ночью именно. Вот. Очень классный совет. Про доставку у меня есть отдельное видео, если кому интересно. Вот эта фирма, кстати, по-моему, прорезанная именно со своими вот такими полосатыми пижамами. Я что-то на полоске прям повернулась. Вы, наверное, уже заметили. Так, еще меня просили. Отбеливающая ручка мне прислала моя подписчица ВКонтакте. Написала, а не хочешь попробовать? Я никогда ничего подобного не пробовала, если честно. Я делала один раз отбеливание у стоматолога, но мне не очень понравилось. Я не увидела никакого прям вау-эффекта. И я не увидела какой-то, что он долго держался. Мне не очень понравилось. В Майами у меня зубы стали белее. Во-первых, потому что там вода лучше. От воды значительно, значительно разительно меняется зубы. Все вот это меняется. И во-вторых, я ем там больше фруктов, пью соков. Это все кислоты, они очищают зубы. Так что, если вы не хотите ничего использовать, кушайте больше фруктов, соков. Натуральных, конечно. Клубничкой можно зуб протирать. Ананасом. Только потом в рот полоскайте, чтобы щелочь, значит, не разъедала десна. Мне вот такую вот штучку, значит, подписчице подарила. И я перед поездкой в Штаты ей пользовалась. Ну, то есть, так не часто. Это, знаете, у меня клыки обычно, как у многих людей, более желтые, чем все остальные зубы. И вот этой штучкой я пользовалась на клыки, чтобы как-то выровнять цвет зубов на нижние зубы, потому что они у меня тоже более желтые, чем верхние. Не знаю, может, я их похуже чище. В общем, такая. Оп-оп-оп, сфокусируется. Вот такая вот, в общем, кисточка. Наносите гель тонким-тонким слоем. И отбеливаются зубы. Раза через 3-4 начинают замечать эффекты. Я оставлю ссылочку внизу, потому что я обещала девочке, что если мне понравится, я вам расскажу. Мне понравилось, да и меня спрашивали, что я делаю с зубами. Вот такая штучка. Не каждый день, не курсом, просто вот чуть-чуть, знаете, чтобы поддерживать зубы. Потому что сейчас у меня белые, и скоро у меня от этой воды станут опять желтые. Обещала всем показать вот эту игрушку. Во влоге в последнем нам очень понравилось. Здесь шарик, видите, она у нас такая вся заляпанная, потому что тем, кто пихает, что. Не попадя. Значит, вот так вот называется марка. Нам ее подарили наши друзья Тимки на день рождения. Где они покупали? Я понятия не имею. Марку. Я вот... А давайте посмотрим. Здесь написано... Увидите вот тут что-нибудь. В общем, здесь написано just be byou. Made in China. Я напишу внизу, как это называется, точка ком. И где это у нас можно найти. Я, конечно, друзей спрошу, где они покупали. Но я думаю, может, в детском белье, каком-нибудь, в таком детском магазине. Очень классная штучка. Ну вот мы все шарики, правда, куда-то дели. Декстер, скажи привет. Скажи привет. Скажи привет. Скажи привет. Вонючка наш маленький. Так, пока помню, пока помню, показываю, значит, детская зубная паста Вилета. Я заказывала на iHerb. Мне нравится. Тимке тоже. Можно глотать. Зубная щетка Тимки. Я тоже заказывала на iHerb. Капа у меня мое просили показать. Капа, которая выравнивает зубы. Сейчас забываю носить. Вот эта штука мне прям вот очень не нравится. Я хочу, чтобы она как-то закрыта была, но с легким доступом. И нигде ничего. Не могу найти магазина. Ладно. Дальше, что купила? Миндаль сладкий, лаванда и розмарин. И спасибо вам огромное за поддержку, которую вы мне даете в Инстаграме. Вот я там последний пост разместила после моего видео покупки о продуктах. И судя по количеству просмотров и лайков, вам понравилось это видео. Это был такой пробный. Мне вот потому, что очень нравится. Я, если честно, хочу побольше снимать про еду. Потому что мне это сейчас больше всего интересно. Я так понимаю, что вам это тоже интересно. Потому что, знаете, про развитие ребенка. Снимать там ребенку год и три. Я, кстати, сняла это видео. Надо бы немножко тоже отредактировать. Ну, там, ему уже год и четыре. Для себя сохраню. Может, вам тоже будет интересно. Дальше, что про видео. Про грудное вскармливание я тоже сняла. Я сняла много видео. Я сняла на 45 минут видео. И, понимаете, у меня в микрофон там дул ветер. И вообще ужасно слышно. И я, конечно, это не буду выкладывать. И надо переснимать. Но не с таким голосом. Надо переснимать. И будут видео про грудное вскармливание. Хочу видео про еду. И какие-нибудь такие, знаете, а-ля влоги. Покупочки. Ну, знаете, как с подружками. Что интересно. Ой, а что ты сегодня купила? Ой, что ты купила малышу? А где ты купила эту шапочку? Вот мне нравится такой формат общения. Как... Давай про ситофор посмотрим. Как с подружками, знаете. Что я очень любила всегда лазить в сумки с своей подружкой. Мы так, собственно, стали лучшими друзьями. Ужас. Мать не заставляет. Я не люблю выдержать на мультиках, честно. Но вот с утра у нас 30 минут в мультике. И вечером мы начинаем смотреть машинки мультик. Ну, или этот, Мадагаскар. Он смотрит где-то 30 минут. Потом начинает отвлекаться. И я стараюсь выключить. Но это вот перед ванной. В ванну мы уже идем. В этом мультике не смотрим. Мы уже спать. Но ложимся мы, кстати, нормально. Уже часов 9-10. А вот встаем. Пока не очень. Мы тут обедом. Тимка заценил хлебце. Вот. Такие вот кукурузно-рисовые, которые я показывала в видео о покупках. Мне прям очень нравится. Я ему даю по чуть-чуть. Чтобы потом... Не пукал, да, кто это? Животик потом не булил, что мы. Вот. И супчик у нас. Ну, так ест половину сам. Половину я ему даю. Еще вот морковка у нас тут, да. Я передвинула стульчик. Мне так удобнее его кормить в этом месте. Жуй хорошенечко. Как ты жуешь? Ням-ням. А это он пытается вылезти. Ну, в принципе, у него как бы неплохо получается. У этого стульчика есть минус, который для взрослых... Жуй! Который для взрослых детишек. Да, еще слюнявчиками я надеваю, но не вкопую. Вообще. Ничего ему не нравится. Не в виде кофточек, не в виде маечек. Вот здесь нет вот такого, знаете, какой кей. Собственно, когда снимаешь столик, чтобы оставалась здесь такая перегородка, чтобы он тут не вывалился. Пристегиваться он тоже не хочет. Но мы едим за столом. Это у нас уже большой, в общем, прогресс. Тоже хорошо. Чтобы он, видите, не вывалился. Так мне не страшно. Ну, я сижу, конечно, вместе с ним и никуда не отхожу. Что, теперь есть у Тимки? Вау! Горшок! Классно! Наконец-то заказала. Я буду привыкать к нему. Заказала, что такую пирамидку софтер. И маленькую такую пирамидку еще заказала. Что это, Тима? О! Круг. Смотри, мы одеваем, видишь, что дырочка, мы одеваем на палочку дырочку. Вот. Одели. Следующий желтый круг одеваем. Три желтые одеваем. Оп! Одели. Давай синий теперь в синий. Мы выучили, кроме круга, еще квадрат, но он не говорит квадрат. Но когда я прошу показать, где круг, где квадрат, он показывает. Оп! И сидеть на горшке, как удобно! Оп! Давай! Горшочный. Телевик мой. Когда вставать не волнует. Горшок выбрала наобум. Поэтому пока не подскажу. Ну что, будем пробовать завтра с утречка. Самолетик там нарисован, да. Он какой-то противоскользящий. Декстер, за пирамидкой твой побежал за кусочком, да? У нас Тимка научился надевать пирамидку. Ну, быстро, мы смотрим. Тач. Вау. И я нам с Тимкой сделала смузи. Банан, замороженные ягоды и вода. Причем, Тимке я налила в его бутылку, процедила от семечек, сделала такое прям вау-вау. А он пьет все равно из моей бутылки. Давай, на пол, на пол надо поставить, давай. Ей, молодец, умничка мой. Ну и на сегодня это будет все. Спасибо большое за просмотр. Буду рада комментариям. До новых встреч. Пока-пока. Да, машинки смотрим. Близко нельзя смотреть, Тимка. Надо нам диванчик, что ли, какой-то детский купить. Хотя вряд ли он будет на нем сидеть. Смотрите на эти глаза. Я сделала мультик, мы будем вам показывать завтра. Я тоже засниму. Кто-то напился, смузи. Руки у нас во рту, говорят, зубы. Ну не знаю, посмотри. Это, это Хаттен Хорнер. О, Дарв, Хаттен Хорнер здесь. Дарв, похоже, у Макуина нашлись механики. И погляди, кто у них за старшего. Ох, а пап, это же Хаттен Хорнер. Ох, я на лоб, который не шатся. И прохор. Хаттен Хорнер действительно исторический день. Сигенту Горнер не видели больше 30 лет. Эй, дом. Этот ребенок не ест бананы вообще. А тут как раз банан.